здравствуйте сегодня на примере создания вот такого маркера мы с вами разберем работу с минимальными с минимально возможными частицами примитивов это вершины грани и полигоны откроем наш блендер увидим стандартную сцену но когда мы создаем какой-то объект нам хорошо бы перед глазами всегда держать его фотографию или хотя бы какой-то набросок или лучше даже чертеж для этого мы какое-нибудь окно которым не пользуемся можем под это дело выделить здесь выбираем имидж идитор и открываем изображение наше скачанное вот он наш маркер перед глазами всегда будет уберем ненужный нам куб и создадим цилиндр у этого цилиндра исходного количества грани 32 нам такое большое количество не нужно мы зададим его в два раза меньше и сразу же применим сглаживание по умолчанию здесь один тонкий момент когда вы начинаете работать с каким-либо объектом исходные значения его уже не поменяли то есть как только вы его передвинули или повернули количество исходных грани уже не измените итак повернем его немножко на 90 градусов итак чтобы перейти в режим редактирования трехмерных примитивов нам нужно нажать клавишу tab как видите вид немножко изменился и у нас сейчас выделены все вершины объекта нажмем клавишу а чтобы снять выделение повторное нажатие опять же выделит все наши активные частицы чтобы сменить режим редактирования нужно нажать коль комбинацию клавиш control плюс tab и у нас на выбор три варианта это вершины грани и полигоны мы будем работать сейчас с вершинами выберем их снимем выделение со всех вершин перейдем вид сверху и здесь один важный момент еще чтобы выделить все объекты как бы насквозь нам нужно перейти в каркасный вид мы нажимаем клавишу z чтобы перейти в каркасный вид и клавишу b чтобы перейти в режим выделения рамкой мы выделяем одно из половин нашего цилиндра и видим что все точки которые находились ниже тоже выделились если мы перейдем в твердотельный вид и попытаемся сделать то же самое у нас выделятся только те точки которые были видны выделим нужные грани немножечко вытянем их вниз наш маркер был подлиннее самая распространенная операция для работы с примитивами это выдавливание и вы будете скорее всего пользоваться чаще всего называется она клавишей e и у нас вытягиваются дополнительные вершины которые являются продолжением нашего изначального объекта мы вернем их в исходное положение просто уменьшим масштаб совсем чуть-чуть смотрим как у нас выглядит маркер в этом месте он немного сужается без выступа вперед нажимаем еще раз е и вытягиваем немножко сюда еще раз е сбросываем правой кнопкой мыши нажимаем л для масштабирование следующая точка у нас немножко выпирает вперед мы ее тоже вытянем вперед вот так перейдем сбоку чтобы было лучше видно можно даже еще немножко уменьшить еще раз е вытягиваем вперед еще раз е правой кнопкой мыши для сброса сужаем это уже наш кончик сама пишущая часть будет немного выдвигаем вперед сам маркер еще раз выдвигаем его чтобы сделать острый кончик у нас выделены крайние грани и нам нужно сузить их и сделать их точкой одной едины для этого нам нужно нажать сочетание клавиш alt плюс m и соединить их в центре вот так просто можно его сделать немножко подлиннее а то получается слишком повзатый примерно вот так даже наверно вытянуть немножечко вот здесь и уменьшить так у нас немножко сзади еще есть пимбочка таким же образом мы вытянем давайте попробуем поработать с полигонами alt плюс tab меняем режим редактирования точно так же вытягиваем его это уже у нас отдельный один единственный полигон вытягиваем возвращаем в исходное положение масштабируем и вытягиваем еще раз вот так выглядит наш маркер давайте создадим ему колпачок для этого выйдем из режима редактирования клавишей tab и создадим новый цилиндр такой же как наш исходный то есть это просто 16 его грани сразу применяем сглаживание повернем на 90 градусов немножко сдвинем спустим что нам было бы не работать немножко увеличим масштаб нашего цилиндра для того чтобы он немножко был больше маркера концентрируем так точно так же перейдем клавишей tab в режиме редактирования вершин выделим нужные грани подвинем их вот так чтобы маркер теперь нам не мешал мы нажмем клавишу h он у нас скроется со сцены но будет отображаться при рендере чтобы вернуть его обратно нам нужно нажать alt плюс h то есть h мы прячем alt плюс h возвращаем все объекты которые были скрыты сейчас нам от него нужно в принципе только посмотреть где начинается у него ширина ширина выступа то есть мы выбираем вершину точнее полигон переходим немножко его выдавливаем возвращаем в исходное положение и масштабируем и масштабируем до нашего выступа примерно вот так все маркер нам больше не нужен что то у нас не получилось попробуем еще раз а нет все получалось просто его не видно поднимаем аж и вдавим внутрь у нас же колпачок должен быть полым в принципе колпачок готов но я хочу добавить ему большого выступ чтобы он у нас как бы был как колпачок ручки для этого перейдем вид сверху и разделим наш колпачок поперек для этого нужно нажать ctrl r колесиком можно вертеть количество разбиений но нам нужно только одно то есть колесико вверх количество увеличивается колесико вниз количество уменьшится когда мы выбираем разбить одну только грань у нас есть возможность двигать эту грань туда и сюда и сделаем ее ближе сюда перейдем в режим работы с полигонами и выделим вот эти четыре полигона например один сбоку и выдаваем их вверх клавишей E теперь перейдем в режим работы с вершинами снимем выделение выделим на сколусе поднимем так нам нужно выравниваем все полигоны по вершинам чтобы сделать их на одной линии сейчас объясню зачем ну в принципе это и так понятно чтобы у нас было как бы выступ чтобы носить его в рубашке в кармане например зацепить за край кармана как у колпачка ручки хорошо хорошо так у нас он немножко большой снимем выделение и опустим все вершины вот так и выдавим их немножко наверх так перейдем в режим полигонов здесь точно так же шифтом мы выделяем несколько когда нам надо либо рамкой B мы их выделяем либо можно нажать клавишу C у нас появляется вот такой круг который можно масштабировать полёсиком и выделять полигоны они добавляются без зажимания снимем выделение и клавишей shift выделим нужные нам и точно так же клавишей E мы выдавливаем нужные нам полигоны вот так колпачок готов смотрим как это смотрится на маркере нормально может быть немножко его поднимем а у нас выделены оба вот так можно в свойствах объекта задать ему имя чтобы когда мы будем переносить его в сцену с нашим столом не путались что к чему не забываем сохраняться желательно с цифрой как я говорил потому что в блендере не предусмотрено автосохранение это большой минус поэтому привыкайте почаще сохраняться на этом всё спасибо за внимание .